Дорогие мои любимые, всем привет! Мы сегодня с вами едим роллы. Я безумно голодная, у меня был только завтрак, время 7 вечера. Ребят, я ждала эти роллы очень сильно. Думала, что заказать, какие роллы. И мой выбор пал на ту доставку, которой я точно доверяю. Никак в прошлых видео. Поэтому я буду кушать. Всем приятного аппетита и давайте начинать. У меня тут немного сверлит, но я ничего не могу поделать. Я очень голодная. Это лосось в карамели. Ребята, в преддверии нового года мне пришла на ум тема, как все-таки исполнить свои мечты, реализовать, знаете, дойти от просто мечты к цели, а потом уже к воплощению ее. Я немного буду вырезать, возможно, потому что сверлит. И чтобы не портить просто видео, я буду чуть-чуть делать кат. Поэтому не ругайтесь сильно мне за это. Мне даже ухо заложило, мне кажется, просто то, что такая голодная. Во-первых, я вам так скажу, что у меня появилась реально сначала мечта, сейчас она преобразовалась в цель. И скоро я обязательно поделюсь с вами, когда будет, знаете, чем. Потому что это остренькая. Потому что как только мы, нам приходит какая-то мечта на ум, мы начинаем ей делиться. Знаете, в формате как, а ты знаешь там, Вася, я хочу дом построить. Моя мечта построить дом. Ты делишься своей мечтой, ты ее проговариваешь слух, и наш мозг такой думает, окей, это уже реально, ты об этом говоришь, это правда по-настоящему, но тогда эту цель можно не, точнее, эту мечту можно не добиваться, не достигать. Понимаете, о чем речь? О, это такие, как бы, знаете, легкие с манго. Пробуем. Нормальный лосось. Есть вроде не страшно. И наш мозг такой, окей, можно цель не достигать, потому что уже ты ее озвучил. Поэтому как только к тебе залетает какая-то мечта, а она, кстати говоря, залетает не только к тебе, а еще к нескольким людям сразу. И многие просто ее отбрасывают, третьи начинают просто делиться друзьями и с родственниками, да, этими планами. Тебе же нужно что сделать? Ой, какая интересная. Тебе нужно никому об этом не говорить. Сначала, если у тебя это сидит в голове 1, 2, 3, 5, то нужно начинать продумывать ход действий. Что надо сделать для достижения. И не нужно на этом моменте начинать всем рассказывать, что вот я думаю, там, сделать свою доставку роллов. Вы знаете, вот мне кажется, классная идея. Тебе начнут люди советовать. Да, классная идея. Или ой, да ну говно идея. Ну и так далее. Понимаете, никому из них эта мечта, эта идея не залетела, она залетела к тебе. И только ты можешь действительно знать ее вес и ее цену. Нет смысла говорить об этом другим людям, потому что кто-то тебя поддержит, кто-то не поддержит. А ты, рассказав свою мечту, во-первых, заберешь у нее силу и навряд ли уже сможешь ее воплотить. Поэтому, ребят, если у вас зарождается какой-то план, какая-то цель, какое-то действие, не нужно никому ни о чем говорить. Сами тихонечко разрабатывайте план. Это знаете с чем? С клубникой. Тут лосось ничем вообще не пахнет хорошим. Тихонечко разрабатывайте план. И начинайте реализовывать. Ну, конечно, ребят, если вы обычный человек, знаете, со средним достатком, не нужно придумывать какие-то гениальные вещи, типа построить Теслу новую. Нет. Слубника очень вкусная. Конечно, Теслу можно новую придумать. Короче говоря, нет, если, я так говорю, если вы придумали путь, действуйте. Еще у меня был инсайд, что, знаете, как часто говорят, слушайте, это обалденно. Типа все успешные люди, троечники, на самом деле, это вообще огромное заблуждение. Все успешные люди чаще всего это люди из хороших семей, с хорошим образованием и так далее. Вот. Это чаще всего все успешные люди. Поэтому, если ты сейчас учишься и хочешь стать успешным, и думаешь, что троечники правят миром, нет, на самом деле, миром правят не троечники, а ботаны. Правда жизни. Но троечнику тоже можно выбиться в люди. Потом ходите всем рассказывать, что троечники на самом деле всем заправляют. Знаете, у меня сегодня план особо не объестся. Ну, так вот. И, кстати, также, когда ты, вот, да, озвучиваешь свою цель каким-то левым людям или не очень левым своим друзьям, и у тебя приходит там завтра еще одна, послезавтра это там еще одна, и ты этим всем делишься, с людьми, и они перестают в какой-то момент себя воспринимать всерьез, потому что ты, я, ну, как бы, сама с этим сталкивалась, когда люди, знаешь, говорят, я хочу то-то, я хочу то-то, делятся какими-то наполеоновскими планами, и потом по факту, ну, то есть, ты, знаешь, типа с ними встречаешься через там полгода, говоришь, ну как? А тебе в ответ, типа, ну никак, я ничего не сделала для этого. Поэтому это очень глупо делиться какими-то такими своими, знаешь, мечтами, ну как бы именно мечты, и люди часто, знаете, занимаются самообманом, и какие-то такие вот кратковременные мечты и желания, они путают с целями, начинают ими делиться, и потом ничего не происходит, это просто какое-то, знаете, ну это пустота какая-то. А время идет. У меня просто, вы самой, знаете, сейчас такой период, когда хочется что-то создать, что-то сделать, а не просто так. Не знаю, вы вообще с таким сталкиваетесь, у вас есть такие мысли? Потому что, ну, у меня как-то это как будто постоянно. Блин, обалдеть. Тут клубники. Честно, вкусный ролл, нормально, они, конечно, выглядят уродскому. Ну, ребят, знаете, извините, единственная доставка, потому что я сейчас смотрела, у нас, значит, доставки, она три часа доставляет. Поэтому я решила заказать эту доставку, так с вами посидеть, поболтать. У нас еще будет обязательно видео, закажем какие-нибудь интересные роллы, потому что я люблю роллы. Я люблю вообще видео снимать с роллами. На мое удивление, роллы с клубникой, это просто вау. Это десерт. Это очень вкусно. Поэтому я не могу, к сожалению, сейчас поделиться с вами, своими планами. Но у меня есть одна мечта. Я, ну, надеюсь, что вы мне сможете в ней поддержать. Потом какую-то я вам скажу. Вот. Кстати, я наконец-то отправила подарки, съездила. кто участвовал в розыгрыше. Всем привет. Вот. Девочки, надеюсь, получат свои подарки. Очень долго я не могла отправить. И знаете, что я решила, после этого я не буду делать такие розыгрыши, что надо что-то отправлять. Будем разыгрывать онлайн. Вот. поэтому вот эти вот все посылки. Нет, не мое немножко. Это в карамели. И знаете, что еще? Момент. Ой, вкусно. Так сладенько. Прям. С мечтой. Когда она у тебя, ты уже там, знаешь, над ней работаешь, и она уже тебе перерастает там в цель, ты начинаешь делать действия, а потом ты понимаешь, что мечту достигнуть не так уж и просто. Мечту достигнуть не так уж и просто, и до своей мечты дойдут вообще не все. Но пытаться стоит. Пытаться стоит, потому что зачем тогда вообще жить? Какой смысл, да? Смотрите. Ребята, у меня с ним в планах не объесться, поэтому, ну как бы, простите, но я налетела, потому что я очень была голодная. Я обожаю роллы. Ты любишь роллы так же, как я? Я просто, я обожаю роллы. Я обожаю лосось. Мой друг. Кому интересно, на фоне идет фильм «Отпуск по обмену», что ли? Новогодний. Я люблю этот фильм. Смотрела его несколько раз. Я обожаю перед Новым годом смотреть новогодние фильмы. Это прям у меня создает настроение. Вот так. Ребята, ну, что сказать? Мечтайте и делайте что-то. Не просто мечтайте. просто мечтать бессмысленно. Это очень вкусно. Ну, знаете, вот, ну, как бы, я не знаю, сколько людей вообще способны дойти от мечты к реальному ее осуществлению. неужели многим, может быть, также и мне, предстоит всю жизнь мечтать, и так и ничего по итогу не получится. Такой вариант может быть, знаете. Может, некоторые люди вообще не мечтают. Я всегда очень много мечтаю и мало делаю. В этом моя проблема. Но в новом году мне очень хочется перебороть, знаете, этот круг. Думаю, вы меня поймете, те, кто любит мечтать. Слушайте, вот это очень офигенно. Вот это прям очень офигенно. Не знаю, какой съесть. Вот это прям вкусно. Такие, знаете, остренькие, прям вау. Но есть момент, который меня реально бесит в людях. это когда они мне что-то рассказывают. Делятся вот такими планами и просто у них ничего не меняется, знаете, в жизни. Я не хочу, знаете, стать таким же человеком. Прямо очень не хочу. Мне бы очень хотелось, чтобы как-то я смогла это победить. Видимо, люди не просто, знаете, так все что-то говорят и ничего у них не происходит. Просто потому, что сложно достаточно что-то сделать. Потому что когда тебя особо никто не поддерживает и так далее. Но нужно, ребята. нужно искать опору в себе, в ситуации и добиваться своих целей. ставить, во-первых, в цель добиваться их. Просто без этого все вообще вот как мне кажется, не имеет смысла. Знаете, я тут нашла свои старые фотографии, просто все, ну, листала телефон. У меня столько фотографий, которых я не выкладываю никуда. это... Причем они классные. Поэтому подписывайтесь на мои все соцсети, я буду туда постить свои фотографии. У меня несколько тысяч, больше десяти, по-моему, тысяч фотографий в телефоне. это ужас. И я, знаете, как у меня есть такая тема, что я считаю, что я там... Ну, я смотрю сейчас фотографии, блин, я реально красивая на них. Но в моменте, когда я, допустим, их делаю, я думаю, нет, я недостаточно красива, чтобы это выкладывать. Это тоже странно, над этим нужно поработать в новом году. Ребят, ну, я знаю, что вы не любите, когда я вам показываю, вообще, кому это показываю. Я люблю. когда показывают. Я уже вас спрашивала, какие вкусные роллы в Москве. Но все же напишите. Наелась. Еще сверлят. Ну, не могу остановиться, ребята, еще хочу. Вкусно. Вкусно. Еще хочу. Тут как-то один этот, один рис. Тут вот хорошее. Количество рыбы, риса. Я тут долгое время мечтала о канале. Я мечтала о канале буквально с 11 класса, наверное. и видите, сколько времени мне потребовалось, чтобы дойти от мечты к действию. И то я благодарна, что меня очень поддержал мой муж. Кстати, многие спрашивают, как зовут твоего мужа. Ребят, заходите в телеграм, я там отвечу. Многие спрашивают, ну вот, короче говоря, он меня очень сильно поддержал, потому что без его поддержки, может быть, я бы так и не решилась, потому что я боялась очень осуждения, знаете, вот этого всего. Ну, что поделать? Такие вот мы люди. Ну, роллы некрасивые, ребятки, ну что поделать? Хочу кушать. Это обалденно. Это обалденно вкусно. Ну, по-моему, съедим с вами все. Потому что я не могу остановиться. Ну, так вот. Мечтала я сто лет. Поэтому в новом году я желаю, чтобы у каждого сбылась его хотя бы одна мечта. И это уже очень много. Ну, кстати, знаете, какая моя мечта сбылась? Я мечтала о собаке. Мечта сбылась, и я, в принципе, счастлива. больше про мечты пока не могу сказать вам. Агни сбудутся. Ну, вот что значит садиться снимать мукбанг реально голодный. Чего там не хотела объедаться? Пофиг. Давайте еще одну, и все. Ролл с клубникой это невероятно вкусно. Попробуйте обязательно. у меня тут идут ремонты уже очень долго. И раньше так не было даже активно. Сейчас какие-то соседи заселились. Кстати, знаете, вам на подумать, знали ли вы, что 90, сколько там, я не знаю, 5-8 процентов бизнесов проваливается. Вот так. то есть статистика вообще у мечтателей очень плохая. Мечты имеют свойство исполняться, если этого очень хотеть. И много для этого чего сделать. Вот. Поэтому я желаю, чтобы ваши мечты в новом году сбылись вместе с моими. Хотя бы, я вам говорю, хотя бы одна. А я пойду отдыхать. Пойду скидывать это видео и выкладывать его. Выложу завтра. Так что, кто смотрит вот это свежее видео, я его снимала вчера. Подписывайтесь на все мои соцсети. Их вы найдете в описании. Спасибо, что посидели со мной, поболтали, послушали мой бред. И увидимся в следующем видео. Пока. это для тех, кому, кто вообще, как бы, ну, знаете, да, кто со мной до конца. Ребята, убираюсь. Так это выглядит. Все складываю обратно в коробочки, чтобы потом доесть. Не дам. Ну, и не всегда, кстати, доедаю. Невкусные не доедаю. Доедаю только вкусные. Вот так. Что вы еще тут? Привет. Да. Если вы еще тут, то точно заходите в Селеграм. Ребят, все. Теперь точно пока. Фу. Пока.